Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quais Продолжаю рассказ про свой американский огород В прошлый раз я снимал видео где-то месяц назад За это время очень много что поменялось Во-первых, у нас в Омахе наступила жара Потом пошли проливные дожди И вот этот вот садик, который у нас находится сзади нашего дома Рассвел буйным цветом Посмотрите, сколько зелени И это еще не предел Я думаю, что если погода такая сохранится Днем жара, вечером дожди То это будет вообще тропический сад Многие растения уже отцвели Вот там была замечательная у нас Что у нас там, по-моему, персик там цвел Вот, я не помню, что там посадили Хозяева, он очень красиво цвел все это дело Сирень уже отцвела А вот мои грядочки Вот мои грядочки Но прежде чем я вам покажу грядочки Покажу замечательный ирис, который вы рассугали Смотрите, прям произведение искусства Лолик бы восхитился бы таким ирисом А уже муха-то подавно бы его постарался нарисовать Но я тоже свою лепту внесу Я сфотографирую его Потом покажу, что у меня получилось Я сейчас освоил новую технику обработки Изображение И увидите, что получится Ну, а теперь про огород, собственно говоря Учитывая, что это мой первый такой эксперимент самостоятельный Когда я исключительно сам все сажаю Не обошлось без косяков На будущее я учту, что семена Как советовал один умный дядя Вымачивать не надо Их надо сразу сажать Вот здесь у меня должен был вырасти базилик Он не вырос Я вот сейчас просто поехал купил еще раз семена И уже на сухую их посадил А вот тут у меня уже готовый урожай Салат Сразу видно мой косяк Когда я садил Был сильный ветер Немножко семян сдуло Вот салатик здесь у меня пророс Ну, видимо, начну сбор урожая с этой стороны Тут у меня уже выросла морковочка Скоро у меня уже будет урожай Можно будет собирать Здесь у меня укропчик Здесь у меня петрушечка Нет, не петрушечка, вру Здесь у меня, по-моему, сельдерей Точно сельдерей А вот это у меня уже редисочка Еще неделечку И можно уже прорежать И вынимать готовую редисочку на завтрак Лучок как-то слабо растет Вот Еще немножко у меня здесь укропчика Это у меня киза вышла А вот тут я рассадил саженцы капусты Может показаться, что я их посадил слишком плотно Но это сделано с умыслом Потому что я хочу поставить эксперимент Насколько капуста может разрастись И какую площадь, объем она занимает Ну вот одна грядочка у меня пустует Я ее оставил под перец и под помидоры Ни те, ни другие саженцы не удались Перец у меня просто из готовых семян Так и не проклюнулся А помидоры, хоть рассада получилась хорошая Я ее рассадил Прихожу через два дня Рассады нету Скорее всего, кто-то ее съел Вот буквально вырос, может быть, один помидорчик Уцелевший или два Или зайчики постарались Или птички Я не знаю Кошачьих следов не было Поэтому на кота грех жаловаться Ну и, как вы понимаете, кроме меня Тут еще много энтузиастов Вот у нас соседка Пани Надя Она учитель этого самого Преподает музыку в местном колледже Вот, проводит все время на огороде Ей тоже нравится У нее безумно красивый сад Она постоянно в нем проводит время Сегодня она подошла, спросила Максим, правильно ли, что столько времени Трачу на огороде Говорю, нет, все нормально Потому что я вот смотрю передачу Даже японцы приезжали в Россию Смотрели приусадебные эти подсобные участки Потому что, с точки зрения японской философии Это как раз правильное занятие Проводить больше времени с природой Копаться со всеми этими растениями И всем прочим Потому что это, ну, определенная релаксация Медитация И, скажем так, отпускает тебя От постоянных жизненных проблем Ну и напоследок я вам покажу Какое Пани Надя Это шиповник? Наверное, шиповник, да Посмотрите, какой замечательный шиповник Уже расцвел здесь Уже посмотрите, какие бутоны красивые Оставайтесь с нами на канале И следите за развитием событий Кто не видел мои видео Начинает смотреть впервые Рекомендую смотреть мой канал Начиная с самого первого видео Где приблизительно год назад Начал рассказывать сагу О своей жизни в Америке И постепенно рассказываю Обо всех нюансах И отвечаю на вопросы Удачи!